Один, два, три, четыре, пять, шесть. Круто, да? Никита, Никита, перестань. А, суточки посоли. Всем привет, меня зовут Тима, и сегодня я расскажу вам о том, что происходило у нас в феврале месяце. Поехали! 6 февраля пастор Александр проповедовал на очень важную тему, объединяя поколения. В книге пророка Малахии сказано, что перед наступлением Дня Господня Бог пошлет на землю Илью Пророка, чтобы обратить сердца отцов к детям, а детей к отцам. Мы нужны друг другу, детям отцовство, а отцам будущность. Только лишь от нас самих зависит, каким образом будут складываться отношения между поколениями в церкви и обществе. В этом месяце молодежная церковь провела целые три общие молитвы. Первая состоялась 5 февраля перед лидерским собранием. Это было крутое время вместе с Богом. Также в феврале мы провели две молитвенные цепочки. Что это такое? Спросите вы. И как я могу в этом поучаствовать? Все очень просто. Мы берем 24 часа, начиная с 9 часов утра в пятницу, заканчивая 9 часами утра в субботу. И распределяем по часу на каждого, кто хочет принять в этом участие. Для того, чтобы присоединиться к молитвенной цепочке, вам нужно быть подписчиком нашей группы ВКонтакте, в которой мы в скором времени выложим всю подробную информацию. Конечно же, февраль является особенным месяцем, потому что в нем было 29 дней в этом году. А также потому, что Ди Каприо получил Оскар. А также потому, что это было 14 февраля. Итак, февраль является особенным месяцем года, потому что именно в этом месяце празднуется День влюбленных. Конечно же, мы, как молодежная церковь, не могли пройти мимо этого праздника. И мы провели Valentine's Day with Youth.js. Это было интересно, музыкально, сладко, вкусно и незабываемо. А на закуску выступила любимая группа People Inside. А у нас рекламная пауза. Вы живете далеко от Киева? Вам близко то, что мы делаем? Вы очень хотите участвовать в наших служениях? Но вы все-таки живете далеко от Киева? Тогда подключайтесь к нам в Перископ каждую субботу с 19.00. Ссылку на наш Перископ вы найдете в описании внизу. Еще одной особенностью этого месяца стало то, что у нас в гостях побывал Стефан Мак. В прошлом он был вовлечен в криминал и воровство, но в возрасте 26 лет Стефан пережил необычную встречу с Богом. Он услышал его призыв и посвятил свою жизнь Иисусу полностью. На нашем служении Стефан говорил о важности проповедовать Евангелие людям. Обратившись к церкви, он сказал, Когда вы смотрите на людей вокруг, видите ли вы тех, кто идет в ад и нуждается в том, чтобы вы принесли им Христа? Являются ли ваши сердца сострадающими и сокрушенными? Только сокрушенное сердце перед Богом желает жить не для себя, а для Бога и для спасения других людей. Если вы хотите услышать эту проповедь, то заходите к нам в группу ВКонтакте и вы найдете ее там в аудиозаписи. Также в этом месяце прошла молодежная миссионерская школа, в которой участвовал наш пастор Александр и которую мы посетили. Это было невероятно классное время, обучение, поклонение, и это реально было очень круто. Ну а на последнем служении месяца пастор Александр отвечал на вопросы, которые задавали нам ребята из церкви и наши подписчики с АСК-ФМ. Это было интересно, вдохновляюще и назидательно. Ура! Наконец-то прошло первое занятие курсов для вступающих в брак. Если вы молодая пара и хотите присоединиться, то обращайтесь к Ильенко Насте. Ссылку на ее страничку в ВК мы добавим внизу в описании. Также в феврале наши ребята посетили Киевскую городскую администрацию. Пастор Александр Марина и группа People Insight приняли участие в мероприятии, где награждали волонтеров проекта Ялынка Бажань, которое проходило прямо в сердце нашей страны в колонном зале Киевской мэрии. Пастор Александр в своем инстаграме написал «Это приятно и почетно находиться среди людей с действительно добрыми сердцами. Спасибо Богу за всех и каждого». А теперь самая главная новость. Для тех, кто еще не слышал и не читал, а может читал, слышал, но не регистрировался, у нас открылась регистрация на конференцию New Level 2016. Обязательно присоединяйтесь к нам. Если вы не знаете, как зарегистрироваться, то вы найдете видео, в котором все объясняется у нас на канале, а также в подсказках вверху. А мы встретимся с вами в следующем выпуске новостей. До скорого! Пока!